А перед началом ролика немного важной информации. Как многие из вас знают, у нас имеется второй канал под названием «Каюта Кузнеца Войны». Сейчас мы решили его несколько оживить, и теперь там происходят стримы разных игр практически на каждодневной основе. Ну, по крайней мере, я стараюсь так делать. Конкретно в данный момент именно там проходится альфа-версия Роуктрейдера, но и также множество других игр, никак не связанных с Вархаммером. Ссылка в описании. Они станут моими лучшими воинами. Полностью преданными мне. Будто из глины я слеплю их и обожгу в горниле войны. Железной волей и стальной мускулатурой наделены будут они. В прочную броню я облачу их, и в руки дам мощнейшее оружие. Не коснутся их ни болезни, ни пороки, и немочь не запятнает их. Они будут использовать такие тактики, стратегии и машины, что ни один враг не одолеет их в битве. Они мой оплот посреди окружающего ужаса. Они защитники человечества. Они верные мне космодесантники. И не познают они страха. Легионы космодесанта – передовые войска штурмовой пехоты, состоящие из десятков тысяч, а в некоторых случаях гораздо больше, биохимические и хирургические, улучшенных сверхвоинов, вооруженных и оснащенных по самым лучшим стандартам Империума. Ценность каждого легиона Састартас многократно окупает их малое количество по сравнению с другими регулярными войсками. Все они машины для убийства, неведающие усталости, быстрые, сильные, храбрые, дисциплинированные, а также зоркие и более смертоносные, чем любой другой обычный солдат, неважно насколько опытный. Но оказавшись в слаженном строю, космодесантники становятся действительно грозной силой. Несколько сотен воинов способны усмирить город за пару часов, тысячи могут в считанные дни покорить миры, а десятки или даже сотни тысяч могут истребить целые виды и обратить цивилизации в прах и воспоминания за промежуток времени, не превышающий полный оборот терроры вокруг Солнца. Всего императорам было создано 20 легионов, и хотя судьба двух из них до сих пор остается одной из величайших тайн Империума, оставшиеся покрыли себя славой в ходе Великого Крестового Похода. И несмотря на то, что легионы были созданы лишь с одной целью покорения галактики, все же они весьма сильно отличаются друг от друга. Каждый легион унаследовал черты своего генетического отца, и под его же командованием обрел отличительные черты и особенности боевой доктрины. И пришло грозное воинство Серафимов в черном облачении и с темными крыльями, и каждый нес в одной руке бич, а в другой песочные часы, и принесло воинство кару небесную, и перед их неумолимым гневом миры обращались в пепел. Темные Ангелы были первыми среди легиона Састартес Императора, и в самом раннем воплощении в начальные годы Великого Крестового Похода, а также предшествовавшие им Темные Компании, сражались как личная армия Повелителя Человечества. Они были прототипом того, что впоследствии станет легион Састартес, образцом для создания более специализированных легионов, что появится после них, и стандартом, по которому будут оценивать их наследников. Некогда они считались самым крупным и мощным легионом, но их численность упала, а превосходству положили конец десятилетия яростных битв, в особенности войн рангданских ксеноцидов, одной из самых апокалиптических кампаний всего Великого Крестового Похода. Шрамы тех сражений навсегда изменят их, как и последующее воссоединение с примархом Леоном Эль Джонсоном и вливание свежей крови с его приемного мира Калибана. На этой планете правило воинственное феодальное общество техноварваров, чьи воинские ордена стали плодородной почвой для восстановления легиона, а рыцарские кодексы и практики были благосклонно приняты и широко распространились в возрождающемся легионе. Непоколебимые, технологически развитые, безжалостные и обособленные, к моменту Ереси Хоруса, Темные Ангелы вновь стали могущественным и крайне независимым легионом, привыкшим действовать самостоятельно и проводить полномасштабные кампании и боевые операции по приведению к Согласию. Остерегаясь вмешательства Первого Легиона, воитель устроил так, что когда он приведет свои коварные планы в действие, Темные Ангелы окажутся на дальней границе Империума, где они не смогут ему помешать, по крайней мере на время. Впрочем, в ходе Ереси этот легион даст о себе знать, опустошив ряды повелителей ночи на Трамасе и сокрушая предательские миры по всей южной зоне галактики в поздние годы Эры Тьмы. Впрочем, у Темных Ангелов отсутствуют ярко выраженные предпочтения в стратегии. В конце концов, внутри их Легиона для каждой задачи было предусмотрено свое подразделение или целое крыло. Именно с целью достижения такой универсальности в Легион был внедрен принцип Гексаграматон. Гексаграматон – это выражение, значившее на древнетиранском шесть божественных принципов. Такое обозначение получил современный принцип организации Великих Воинств Темных Ангелов. В Легионе он был установлен где-то около 830 года 30-го тысячелетия. Именно тогда была достигнута номинальная численность в 100 тысяч воинов. Но в то же время многие из изначальных воинств сгинули из-за потерь в войнах и из-за изъянов в их доктринах. Выжившие воинства были объявлены чистейшими и наиболее полно выражающими стратегии и тактики, выработанные Темными Ангелами за долгую историю, заслужившими право быть увековеченными в летописях Легиона. И действительно, когда Леональд Джонсон воссоединился со своими генетическими сыновьями и увидел, насколько эффективно Ангелы Смерти стали работать, то решил сохранить Гексаграматон. Примарх только преобразовал иерархии воинств так, чтобы они сильнее походили на рыцарские ордена Древнего Колебана, к тому времени покорившие темные леса планеты. Леональд Джонсон стал верховным гроссмейстером Первого Легиона, а прежние воинства в знак принятия традиций Колебана сменили свое название, став Крыльями. Словами и невозможно было описать такое представление. Никакой Кодекс Чести не мог объяснить, почему дети Императора, раньше гордившиеся своим воинским совершенством, обратились к подобному безумству. Дети Императора всегда стремились быть образцом военного искусства, эталонами воинских добродетелей и превосходства, и чурались тех, кто не соответствовал их стандартам, возможно, недостижимым. Поэтому они искали совершенства, гибкого, быстрого, как молния воинства, чьи сражения обречены на победу из-за точного стратегического планирования и безупречного исполнения. Дети Императора всегда пребывали в поисках наиболее серьезных испытаний, чтобы проявить себя, и тем самым обрести еще большую славу. В своем стремлении к совершенству, войны Третьего Легиона любили демонстрировать свое превосходство, сражаясь рядом с братьями из других легионов, что сделало их наиболее адаптивными из всех легионеров. Впрочем, со временем стремление к совершенству выродилось в обычное высокомерие, раз за разом стоившее Легиону весьма немалой крови. Из железа рождается сила, из силы рождается воля, из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести рождается железо. Железные войны – это мрачные и бессердечные знатоки военной науки. Они воплощают с собой силу и дисциплину, направленные исключительно на систематическое уничтожение противника. Примарх распоряжается легионом так, словно это продолжение его собственного тела и разума, и воля каждого легионера полностью подчинена его видению победной стратегии. В этом легионе приоритет долга над жизнью отдельного война заметнее, чем в любом другом. Легионеры – это ресурс, который неумолимая математика войны расходует так же легко, как патроны или заряды лаз-пушек. Руководствуясь такой доктриной, Железные войны стали одними из самых неустанных и упорных осадных армий в рядах Легиона Састартес, и за время Великого Крестового Похода их орудия обратили в пепел несчетное множество крепостей. Нигде во Вселенной нет такой крепости, которая могла бы выстоять под натиском воинов Пертураба, Легионеры Четвертого – признанные мастера осад и штурмов, повелители окопной войны и гении полевой фортификации. Там, где маршируют Железные войны, земля будет испещрена воронками и разорвана гусеницами огромного количества самой разнообразной бронетехники. Сены Пертураба всегда придерживались концепции механизированной войны, и даже Ересь Хоруса не смогла это изменить. Впрочем, Железные войны весьма хороши и в обороне, что не раз было продемонстрировано ими в сражении. Так, например, знаменитая Железная клетка едва не стала окончательным триумфом для Железных войнов, и только вмешательство ультрамаринов спасло имперских кулаков от уничтожения. Вспышка молнии среди ясного неба. Внезапный шторм, налетающий с неожиданного направления. Белые шрамы воплощают собой стремительный и беспощадный натиск войны. Скорость действий в сочетании с наслаждением, скоростным наступлением и столкновением клинков – отличительные черты их сражений, сдерживаемые тихой и скрытой мудростью, которую немногим удалось раскрыть. Белые шрамы наслаждаются пребыванием в хаотичном сердце битвы, предвидя ее превратности и двигаясь по течению, постоянно оказываясь там, где противник слабее всего и меньше всего ожидает нападения, и оставляя на своем пути лишь хладные трупы. Они были следопытами Великого Крестового Похода, холодным ветром, летящим впереди его сомкнутых армий, выбраковывая слабых и загоняя сильных, чтобы тем, кто следовал за ними, было легче сокрушить их. Множество побед Великого Крестового Похода не смогли бы состояться, если бы не деяния этих воинов. Наследники кочевников с Чогориса, Белые Шрамы, являются прямой противоположностью Железных Войнов. Там, где сыны Пертураба основательно зарываются в землю и методично мешают противника с грязью, массированным артиллерийским огнем, Войны Хана предпочитают быстрые удары и мгновенные отступления. Они настоящие мастера маневренной войны, и их тактика целиком олицетворяет их кочевое наследие. Белые Шрамы высокомобильны, даже по меркам космодесанта, и специализируются на использовании штурмовых мотоциклов, ландспидеров, грозовых когтей и прочей быстрой техники для нанесения молниеносных атак. Наездники на мотоциклах в своих атаках часто используют специальное силовое оружие, известное как силовое копье. В результате тактики Белых Шрамов тяжело вооруженным силам противника часто приходится гоняться за своими тенями, пока космодесантники атакуют слабые места войск врага. Белые Шрамы предпочитают атаковать издалека, используя свою скорость и огневую мощь для уничтожения противника. Но при необходимости не избегают и ближнего боя. Не важно, как высоки ваши стены, не важно, сколь многие ответят на ваш призыв, не важно, как сильно блестят ваши клинки и как ярко горит пламя в вашем очаге. Волк ждет. Волк во тьме ждет всех нас. Славящийся дикостью и преданностью воли Императора Легион Космических Волков давно стоял в стороне от прочих Легионов Астартес. Далекие и отстраненные, они отличались не только воинственным характером, но также почти непроницаемой паутиной, придуманных ими мифов и аллегорий, которые хорошо оберегали тайны Легиона не только о том, кем они были, но и о том, что совершали на службе Повелителя Человечества. Уникальное геносемя космических волков, измененное посредством вплетения того, что известно как Канис Хеликс, имело свои преимущества и недостатки. Оно делало волков более звероподобными, нежели их соратники Легиона Састартес, превращая их в необычайно одаренных охотников и яростных убийц, но и более подверженных инстинктам и порывам, а для критиков больше животными, чем людьми. Несмотря на всю показную свирепость, волки ничуть не потеряли и в рассудительности. Подобно своим древним тиранским предкам, волки Фенриса любят скрытно подбираться к позиции врага, после чего стремительно атаковать, оглашая округу протяжным волчьим воин. И в этот самый момент любой враг человечества уже обречен. Ведь даже если ему удастся пережить эту битву, войны Руса будут преследовать его до самого края галактики, даже если для этого понадобится тысячелетие. Для других Великий Крестовый Поход давно закончился. Для нас он не прекратится, пока все миры человечества не будут объединены еще раз, и пока не вернется Золотой Век Императора. В почестях, обретенных преданным служением Империуму, имперские кулаки уступают только благородным ультрамаринам. С самого начала эры Империума они непоколебимо сражались со всеми угрозами, оставаясь несгибаемыми там, где отступали остальные, и часто в конечном итоге жертвовали собой во имя чести и долга. Непреклонность, стойкость и самоотверженность имперских кулаков давно вошла в легенды, а их примарха, могучего Рогала Дорна, почитают во всех уголках государства людей. Имперские кулаки несли слово Императора на протяжении всего Великого Крестового Похода, а когда Дорн вернулся на Терру, ему поручили проектирование и возведение оборонительных сооружений Императорского Дворца. С тех пор имперские кулаки носят почетный титул Стражи Терры, и хотя возвращаются они туда редко, их родным миром официально считается сама Терра. Нет никого более искушенного в космических сражениях, чем сыны Дорна. От управления гигантскими линкорами до жестоких стычек в узких коридорах при абордаже воины Седьмого никогда не знали себе равных. Сражаясь на поверхности планет, они предпочитают действовать от обороны. И хотя Железные войны несколько превосходят их в этом искусстве, имперские кулаки вот уже на протяжении 10 тысяч лет остаются самой прочной преградой между человечеством и его врагами. Сыны мои, Галактика в огне. Мы все свидетели последней истины. Наш путь не путь Империума. Вас никогда не омывал свет Императора. Вы не несли Имперского Орла и никогда его не понесете. Облаченные во тьму пусть вечно обогряет ваши когти кровь падшего Империума моего отца. Во имя закланного божества сражайтесь. Восстаньте, сыны мои, и гнев несите к звездам, как мой штандарт, как память обо мне. Восстаньте, мои повелители ночи. Даже до резни в зоне высадки на Истване 5, повелители ночи формально считались отступниками, полностью посвятив себя искусству убийства и ужаса. Они атакуют с такой безжалостностью и безудержной жестокостью, что ставят на колени население целых континентов. Поскольку пощады ждать не приходилось, лишь немногие из тех, кто противостоял повелителям ночи, выживали, чтобы рассказать свои истории остальным. Если только их побеги не были тщательно спланированы, дабы посеять семена еще большего страха. Легиону, имеющему мрачный нрав, требовался такой же беспощадный лидер, чтобы усмирять его склонность к зверствам, по крайней мере до тех пор, пока для них не настанет время. Примарх Повелителей Ночи считался одним из наиболее жутких сыновей Повелителя Человечества, хитрым и упорным преследователем, убийцей, который следовал своему собственному кодексу чести и мало заботился о том, что о его методах думают другие. Конрад Керс, также известный как Ночной Призрак, ко всему прочему обладал долей предвидения Императора, проклятием, что преследовала Примарха всю жизнь и направила Повелителей Ночи на тропу их собственной погибели. Тем не менее, они все еще оставались космодесантниками, и даже после того, как Ересь Хоруса охватила всю галактику, Повелители Ночи были готовы встретить свою судьбу с острыми ножами и жестокими сердцами. В большинстве своем Повелители Ночи являются скептиками, они не имеют ни единой цели, ни единой веры, их не связывает кодекс чести и узы братства, они идут на войну лишь для того, чтобы грабить, убивать и устрашать тех, кого они презирают. Большинство из них, но никоим образом не все, не интересуются хаосом и сторонятся компанией тех, кто поклоняется ему. Они используют тактику террора и предпочитают пиратские и грабительские рейды. Их желание внушать страх является центром их философии. Повелители Ночи возвели устрашение в ритуал. Они украшают свою броню символами смерти и ужаса, такими как черепа, скелеты, крылатые пасти, молнии и так далее. Любое преимущество, полученное над противником, включая психологическое, крайне важно для Повелителей Ночи. В результате большинство из них имеют в своем распоряжении обширный арсенал персонального оружия. Зачастую искусно украшенного, древнего и крайне смертоносного. И высоко его ценят. Основа тактики устрашения Повелителей Ночи – превосходство. Они стараются заполучить преимущество над противником, прежде чем атаковать, используя психологические методы войны, секретные операции и засады. Несмотря на то, что Повелители Ночи наслаждаются резней, которую они устраивают, они не будут вступать в бой лишь для своего удовольствия. Они сражаются только, когда они намереваются одержать победу. Легкую и быструю. В бою легион Кровавых Ангелов был воплощением гнева Императора для отвергнувших дар единства. Их появление зачастую казалось ничем иным, как судом над виновными, вынесенным свыше. Их появление в еще не приведенных к согласию человеческих мирах знаменовала блистательная высадка на сильнейшие точки вражеского сопротивления. Спускаясь с небес на огненных крыльях, легион сокрушал врагов сверхъестественной яростью, а также характерной аурой ужаса и трепета. В результате их атак избранные цели очищались от всякой жизни, по свидетельствам очевидцев, ценные миры падали на колени, сжимаясь от ужаса перед гневом и великолепием этих красных ангелов, не желая погибнуть под их пылающими клинками. Впрочем, ксеносам такой милости не оказывалось. При встрече с ними гнев Кровавых Ангелов был подобен приливу неумолимой бойни, затихавшему лишь после полного истребления неприятеля. Несмотря на то, что во время Великого Крестового Похода Войнов Девятого часто сравнивали с сынами Фулгрима, события Ереси Хоруса навсегда изменили облик Легиона. Любая боевая доктрина и любой, даже самый проработанный план может быть перечеркнут внезапным приступом черной ярости. Теперь Кровавые Ангелы известно как один из самых безжалостных орденов Астартес, а некоторые дочерние от них ордена давно обзавелись такой репутацией, что простые люди порой боятся их даже больше, чем любого ксеноса. Слабость должна быть искоренена, чтобы человечество могло выжить. Только силе можно доверять сыны мои. Наша воля должна быть словно сталь, наша решимость подобна адамантию, и эти истины не могут ослабнуть даже на мгновение. Мы те немногие, кому была доверена священная обязанность обеспечить вечное правление Императора. Так тому и быть, чего бы это ни стоило. Железные руки – мастера боевых машин, использующие орудия и танки с умением опытного мечника, орудующего клинком. Гордый и непреклонный Легион много лет сражался на передовой Великого Крестового Похода и одержал бесчисленные победы, хотя многие считали их столь же жестокими и бездушными, как машины, которые с таким разрушительным мастерством использовали железные руки. Они известны за частое использование бионики, их почитание всего механического, благодаря чему железные руки тесно связаны с Адептус Механикус. Отличительная черта воинов Мануса – это фанатичная любовь к разного рода технике. Марш легионеров X всегда происходит под аккомпанемент рева танковых двигателей и оглушительных орудийных залпов. Железные руки всегда придерживались концепции тотальной войны. Устанавливая широкий фронт и заставляя врага растягивать свои силы, они методично перемалывают его, после чего переходят в наступление, окончательно опрокидывая то, что осталось от врага после долгих дней арт-обстрелов и орбитальных бомбардировок. Потому что нам нельзя было доверять. Императору требовалось оружие, которое никогда не поставит собственные желания выше желаний Империума. Оружие, которое никогда не укусит кормящую руку. Пожиратели миров не были таким оружием. Все мы обнажали клинки только ради пролития крови. И все мы ощущали ликование, побеждая на войне, в которой никогда не было необходимости. Мы не такие ручные и надежные питомцы, каких желал Император. Волки повинуются, а мы нет. Волкам можно верить, нам же никогда. Они обладают отсутствующей у нас дисциплиной, поскольку их чувства не пылают от кутящих в затылке гвоздей мясника. Когда волков зовут к ноге, они всегда повинуются. И из-за этого непонятно, почему они называют себя волками. Император приручил их, надел на них ошейники. И они подчиняются любому его капризу. Однако волк так не поступает. Это собачье поведение. Вот почему мы больше не псы войны, а пожиратели миров. Из всех легионов Астартес на службе Императора, пожиратели миров считались одними из самых устрашающих. Одного шепота об их появлении хватало, чтобы прекратить мятеж и заставить армии в ужасе разбежаться. Об их жестокости и безжалостности ходили бесчисленные истории, и они считались гончами войны Императора, как некогда и назывались, зверьми, мясниками и безумцами. Чья ярость лишь подпитывалась кровопролитием, и против которых не осмелился бы выступить ни один здравомыслящий воин. Свою репутацию они заслужили по праву. Однако это далеко не значило, что им не были ведомы сильные стороны тактики и вооружения. По крайней мере, до своего падения. Ближний бой всегда был излюбленной формой ведения войны в 12-м Легионе. Даже до того, как Император нарек его псами войны. Это не означало, что Легиону недоставало способностей и компетентности в дистанционных боевых действиях, использовании бронетехники или же артиллерийской поддержке. Даже такой мастер механизированной войны, как Ферус Манус, восхвалял бронетанковую атаку псов войны на льдобаране Септус, называя ее совершенным образцом ярости, обретшей форму и закованной в железо. Однако для 12-го Легиона такие вещи представляли собой тактическую возможность достижения цели. И целью этой была успешная доставка главной смертоносной силы Легиона, его космодесантников, туда, где они могли нанести максимальный урон и сцепиться с врагом на ближней дистанции. Самым явным признаком этой любви Легиона нести смерть лицом к лицу была масса оружия ближнего боя, которые обычно носили его войны. В дополнение к повсеместно используемым боевым клинкам и гладиям, даже легионеры, прикрепленные к разведывательным отделениям и экипажам техники, как правило, носили цепные клинки, запасные ножи, топоры и тесаки. В специализированных штурмовых подразделениях это изобилие орудий убийства дополнялось оружием, восходившим к техноварварским племенам Терры, цепной секирой с широким лезвием. С приходом Ангрона на пост командующего, пристрастие пожирателей миров пускать кровь в рукопашные возросло еще сильнее. Повелитель-гладиатор научил их владеть новым оружием и убивать новыми способами. И в основе Легиона укрепилось то, что можно описать лишь как культ индивидуального боя. Под руководством Ангрона цепной топор был доработан и приобрел такую репутацию, особенно с учетом его эффективности против звероподобных существ вроде орков, что получил широкое распространение в нескольких других Легионах. Но в абстрактном виде это оружие можно рассматривать как символ самих пожирателей миров. Жестокая и дикая, беспощадная и неизящная. Машина с единственным предназначением – убивать. Ультрамарины стали известны как образец того, что действительно означает Астартес. Они сокрушали врагов человечества, сражаясь как замысловатая и идеально настроенная боевая машина, способная быстро и решительно победить любого врага. Легион ультрамаринов вел войны Императора с помощью рассудительности, дисциплины и решительности. Каждый воин стремился во всем подражать своему примарху. Этот самый многочисленный из всех легионов космодесанта был давним защитником владения Империума на Галактическом Востоке. Будучи безмерно преданными своему примарху Робауту Жиллиману, ультрамарины слепо следуют созданному им Кодексу Астартес. Десять тысяч лет они бились так, как описано на страницах этого священного писания. Другие ордена могут с легкостью вырвать слова Жиллимана из контекста и подстроить под себя. Но только не ультрамарины. Кодекс Астартес – труд великой мудрости, и эти войны не видят смысла перечить ей. Беспрестанные примеры самопожертвования и самодисциплины позволили жителям ультрамара пронести священные знания и веру сквозь десять тысяч лет в будущее. Кодекс Астартес содержит сотни страниц описания для любой мыслимой тактической ситуации на поле боя и множество вариантов решения задачи. Каждый воин ордена заучивает содержание кодекса наизусть, так что целая рота действует как единый организм. Мудрость миллионов имперских генералов, солдат и офицеров сосредоточена на страницах кодекса Астартес. В нем воин может найти все – от геральтики и знаков различия до инструкции по проведению планетарного штурма. Говорили, что нет такого сильного яда, нет такой мощной отравы или инфекции, которая могла бы одолеть гвардейца смерти. С самого дня основания, 14-му легиону, приходилось следовать за императором и сражаться в самых враждебных мирах, в химических облаках и кислотных потоках, где не мог выжить ни один обычный человек. И Барбарус, приемный мир Мартариона и базовая планета Легиона, немало этому способствовал. Как сам примар, так и его гвардейцы смерти были не подвластны никаким вредным воздействиям. В годы Великого Крестового Похода гвардейцы смерти были стойкими и непреклонными войнами, способными выживать в любых условиях и побеждать в самых кошмарных и враждебных мирах. Их имя было синонимом непреклонной решимости и побед, которые они одерживали в кровавых тяжелых боях, когда отступали все остальные, а также мастерства в использовании темных искусств войны, таких как биоалхимия и радиационное оружие. Во время Ереси Мартарион и большая часть гвардии смерти поддержали Хоруса, став одним из девяти легионов предателей, отринувших императора. После предательства гвардия смерти попала под влияние бога Хаоса Нуркла, который наполнил броню и тела легионеров гнилью и чумой, а также возвел Мартариона в ранг демон-принца. Главной силой гвардии смерти была в первую очередь пехота, тогда как огневое прикрытие обеспечивали отделение тяжелой боевой поддержки, а позднее многочисленные дредноуты и терминаторы, что началось еще с сумеречных налетчиков и обеспечивало подкрепления и пехотные клинья. Также по этой причине легион особо прославился зачисткой космических скитальцев от заражения чужаками и возможностью уничтожать укрепления и цитадели врага изнутри. Гвардия смерти использовала бронетанковые войска, вспомогательные машины и транспорты, поскольку Мартарион не желал, чтобы из-за их отсутствия его войска обошли или отрезали. Однако им не отводилось важного места в стратегической доктрине легиона. Единственным исключением были специализированные осадные машины, такие, как применяемые в непропорционально большом количестве поборники, а также массовое использование эскадронов разящих клинков и лендрейдеров. В ретроспективе видно, что относительно высокое количество танковых экипажей легиона гвардии смерти к началу Ереси происходило с Терры, тогда как тяжелая пехота, обычно многочисленные, снабженные терминаторскими доспехами штурмовики легиона, были родом с Барбаруса, что сыграло заметную роль на Иствоаме 3. Гвардейцы смерти никогда не имели боевого клича, они чумные десантники, являющиеся воплощением вирулентной эпидемии, опустошающей болезни, безмолвной смерти и неумолимости разложения, а не воплощение мора и оспы, разложения и упадка, инфекции и болезни и всех подобных вещей, которые наиболее ужасающи и приходят без единого слова или предупреждения. Разум богов не подвластен пониманию и суждению смертных. Смиритесь с тем, что у Дзинча есть место для каждого в великом замысле, и радуйтесь уготованной вам роли. Тысяча сынов – это легион, тесно связанный с оккультными познаниями, мистицизмом и внеземными псайкерскими силами. Именно эзотерические искусства войны делали его одним из самых могущественных легионов, но также одним из наиболее подозрительных, что в конечном итоге выльется в его осуждение императором. После окончательного перехода Тысячи сынов на сторону Хаоса были внесены некоторые изменения в организацию легиона, но они не оказали непосредственного влияния на боевое обучение. И ранее они стремились избежать ближнего боя, предпочитая колдовство и дальнобойное оружие. Разработка теории чернокнижника Михаоса и влияние рубрики Арремана только усилили стремление к этому подходу. Космодесантники, подверженные влиянию рубрики, разворачивают основную огневую мощь атаки, в то время как чернокнижники используют психическую силу, выстраивая вокруг них хитроумные комбинации и соединяя свои планы могучим колдовством. Для примарха Магнуса знание было силой, он считал, что нет такой дисциплины, которую он не смог бы постичь в совершенстве, нет секрета, который он не мог бы раскрыть и заставить служить своим целям. Для тысячи сынов знание стало спасением, умением контролировать нестабильные силы, полученные в наследство от геносемени примарха. Каждая книга была для них священной, каждый текст достоин изучения, каждый документ значимым ресурсом. Высшей же ценностью обладала психическая сила, путь к финальному посвящению, ключ к власти над вселенной. До Ереси Хоруса тысячи сынов проявляли показной догматизм, принося клятвы верности и распевая имперские гимны. Они сражались за расширение царства императора, но, как показала их клятва отступничества, высшая верность их была не с императором, а с примархом. Когда высшая мудрость ускользнула от Магнуса, и он попал в лапы Дзинча, те, кто верили, как и он, не могли не пасть вместе с ним. И таким образом, изгнанные со святой Терры и ушедшие навеки в подземный мир сыны Хоруса, предательские шестнадцатые стали черным легионом, стыдом и тенью перекованные в черном и золотом возрожденные. Боевая доктрина крайне агрессивных сынов Хоруса заключалась в использовании превосходящих сил, направленных туда, где противник был слабее всего. Эти сокрушительные удары применялись для полного истребления командного состава врага, важных структур стратегического назначения и попрания гордости противника, часто одной точной и беспощадной атакой, изменяя ход целого конфликта. Сыны Хоруса очень действенно использовали эту безжалостную доктрину, и как волки, в честь которых они когда-то назывались, стремительно били по уязвимым местам, окружая и безжалостно развивая немногочисленных или незащищенных врагов прежде, чем те успевали отойти от шока внезапного нападения. Спустя некоторое время после поражения в Ерсе Хоруса, отныне стыдившиеся своего имени, они были переименованы в Черный Легион, своим новым командиром Эзекилем Абаддоном, позднее известным как Абаддон Разоритель. С тех пор Черный Легион выступает множеством разрозненных небольших банд и группировок по всей галактике, объединяясь лишь по зову Абаддона для участия в очередном Черном Крестовом Походе. Сыны Хоруса, Легион, с которого началась ересь, первый, если не в предательстве, то в бесчестье. Его название звучит как проклятие на разделенных огромными расстояниями и стерзанных войной владениях человечества. Из-за совершенных ими преступлений легко позабыть, что в прошлом они были совсем иными, и некогда вместе со своим вероломным повелителем почитались превыше всех остальных воинов Легиона Састартес, а также радовали взор Императора. Рожденные Нотери, как 16-й Легион, они обретут величие, уже будучи лунными волками и падут в бездну словно ангелы из древнего мифа, названные в честь своего примарха. Но до тех мрачных дней они сражались вместе с Императором Нотери и на ранних этапах Великого Крестового Похода. Они были исполнены той же решимости и отваге, что и все остальные воины. Их действия служили примером тому, что значит быть воином Легиона Састартес. Жестокие, беспощадные, непоколебимые, но также благородные и некогда беззаветно преданные. Их история повествует об устремлениях самого Империума и изъянах, которые в конечном итоге разрушили мечты о единстве и славе. Произнесите слова Ларгара и вы будете жить вечно во славу Хаоса. Не произносите их и каждый из вас умрет сегодня. Если раньше 17-й Легион нес невежественному человечеству свет Императора, то теперь несущие слова распространяют лишь ослепляющую тьму старой ночи, руководствуясь ныне недолгом и честью, но жаждой запретных знаний и незаслуженной силы. Они стремятся подчинить себе сам варп и поработить его обитателей. Когда несущие слова шагают на войну, ткань реальности искажается, и подли них вступают жуткие порождения бездны. Встреча с несущими слова предвещает безумие, смерть и проклятие вечной души, неведомую большинству, но наихудшую судьбу. Если в предательстве существует своя иерархия, то несущие слова пребывают на высшем из ее кругов. Мало того, что эти некогда самые верные и преданные воители пали сами, но они еще и увлекли за собой в бездну братские легионы. Измена прочих случилась словно буря или расцветание давно зарытого семени, но предательство несущих слова было ядом, который накапливался долгие годы. С момента основания их преданность Империуму и Великому Крестовому походу не подвергалась сомнению. Они были носителями идеалов Империума, его замысла касательно будущего человечества. Под вопрос ни разу не ставилась их верность, только формы служения. Однако теперь в их верности можно было видеть лишь маску, а в фанатизме изъян, которому суждено было подорвать все, что они стремились создать. С прошествием времени зверства, совершаемые во имя Ларгара, поднимались на все новые высоты, и он был поощрен своими покровителями правом вступить в сообщество демонов. Теперь он действительно стал подобен богу, и крик рождения возвестил всему об этом, разнесшись по звездным путям эхом из варп пространства. Из демонического мира Сикарус Ларгар следит за своим легионом, руководя мириадами его воин и стычек, дирижируя чудовищным разложением, раздирающим Империум изнутри. В отличие от большинства других, несущие слова, остались единым, хотя и свободно организованным легионом. Каждый из чемпионов Ларгара сочетает в себе качество свирепого командира и жреца Хаоса, называясь Темным Апостолом. Каждая из данных им армий, называемая Воинством, приблизительно равна Ордену Адептус Астартес, и может быть смертоносной во время рейдов по Империуму. Они не подведут меня, они вернутся из огня, и так будет всегда. Саламантры Воплощение закаленного на наковальне чувства долга, искусные мастера, а также обладатели грозной и бескомпромиссной чести. Они готовы к труду и самопожертвованию и идут в бой с наилучшим оружием и доспехами, зачастую выкованными самими же Саламантрами. Свои рабочие инструменты Легион использовал как орудие войны, жаром, железом и грубой силой, повергая всех тех, кто осмеливался отрицать имперскую истину или пытался подорвать устои империума человечества. Так, в раннем возрасте Саламандры обучаются ремеслу кузнеца. Каждый из них способен поддерживать в рабочем состоянии и производить мелкий ремонт своего оружия и брони, что дает ремесленникам ордена свободное время для создания новых продуктов технологии и металлургии. В результате вышеуказанного у Саламандр имеется необычайно высокое количество мастерски сработанного оружия, модернизированной брони и даже тактической брони дреднота. Орден также предпочитает использовать ландрейдеры, модели Искупитель. Переменьчивая гравитация Ноктюрна наложила свой отпечаток и на тренировки Саламандр. В таких условиях использовать ландспидеры и мотоциклы довольно трудно, поэтому Орден их почти не использует, предпочитая отделение терминаторов или опустошителей. Саламандры никогда не сдаются и не отступают. Они могут продолжать сражаться, даже если все их отделение уже убито, удерживая позиции долгое время. Это является одним из самых значительных эффектов прометийских доктрин, оказываемых именно психологию Ордена. Перед каждой битвой Саламандры получают маркировочное клеймо, наносимое жрецом-маркировщиком. Это символизирует их уважение к Ордену. Ветеранам наносят клеймо даже на лица. Хотя Саламандры следуют кодексу Астартес, они также являются последователями доктрин собственного прометий культа. Культ, изначально возникший как в форме учения примарха вулкана, изложенный в письменной форме и в виде различных обрядов, сформировал основу доктрины, упорядочивавшую и продвигавшую дух и культуру, которые примарх желал передать Легиону. Этот глубокомысленный аллегоричный труд основывался на философских мыслях и воинском искусстве Древней Терры, а также на богатой культуре и мифологической истории Ноктюрна, на которой был воспитан вулкан. Фундамент его учения основывался на том, что Легионы Астартес были созданы для единственной и неизменной цели – защиты и освобождения всего человечества, и что каждый из них был грозным оружием, обрезшим физическую и духовную форму сугубо ради достижения этой цели. Они были живым инструментом, выкованным и закаленным на наковале разрушения, и молотом войны, и клинком, который принимал форму в огне кузницы. Учением культа основными добродетелями провозглашалась уверенность в себе, верность, долг, терпение, понимание, самопожертвование и превыше всего дисциплина и выносливость. Из культуры Ноктюрна был взят символ огня, который означал созидание и разрушение, а гербом культа стал знак молота и наковальни. Вулкан заставил легион изменить свое отношение и к асимметричному способу ведения войны, который ранее практиковал 18-й, умерив стремление воинов к самопожертвованию, пониманием того, чем оно может обернуться в более долгосрочной перспективе. Кроме того, благодаря железной дисциплине и неустанным тренировкам, а также превосходному снаряжению, легионеры в совершенстве освоили сражения на близкой дистанции и проведение операций в зонах Морталис. Именно под руководством Вулкана Саламандры прославились искусными мастерами, создающими великолепное оружие, начиная с болтеров, состоящих на вооружении у обычных воинов, и заканчивая беспощадными орудиями разрушения, которые несли в бой дредноуты Легиона. Каждое оружие являлось воплощением смертоносной красоты, а также образцом формы и функциональности. Соответственно, Саламандры имели в своем составе большое количество подразделений, оснащенных специализированным вооружением. Особенно это казалось огнеметных отделений, включая уникальную элиту пирокластов, которые были вооружены прототипами крайне адаптивного оружия огневого проецирования. Так много наших братьев из других орденов гордятся, выстояв перед яростью врага. Под обстрелом они показывают свое превосходство в стойкости и выносливости. Мы, гвардейцы Ворона, не склонны к подобному хвостовству. Мы убиваем врага задолго до того, как он получает возможность причинить нам всякие бессмысленные потери. Гвардия Ворона состоит из света равно как из тьмы. Она быстрана правосудия и месть тиранам и угнетателям, наносит удары из тени со скоростью молнии и обескураживающей мощью. В аналах Великого Крестового Похода почти не найти истории о подвигах Легиона, ибо он всегда чурался славы. Несмотря на то, что гвардия Ворона способна вести любые виды боевых действий, она предпочитает тактику выжидания и хитрости. Гвардейцы Ворона мастера в разведке и инфильтрации, выявлении слабых мест противника, а также нанесении стремительных ударов тщательно рассчитанной силой. Гвардия Ворона четко следует параграфам Кодекса Астартес, хотя часто пользуется особыми наработками по части тактики. Военные действия Гвардии Ворона в значительной степени зависят от войск скаутов, способных долгое время сражаться в тылу врага, а также войск быстрого развертывания, таких как штурмовые отряды с прыжковыми ранцами. Чаще всего после того, как скауты собирают необходимую информацию о противнике, космодесантники Гвардии Ворона высаживают свои тактические отряды с помощью десантных капсул и громовых ястребов. Так как основной силой Ордена являются тайные операции, воины Легиона редко сражаются в открытую. При любой возможности Гвардия Ворона использует войска максимально аккуратно, чтобы нанести противнику как можно больший ущерб там, где он меньше всего ожидает. Открытых столкновений при этом они стараются не допускать. Когда речь идет о 20-м Легионе, не думай, что видишь их всех. Если видишь десятерых, значит не видишь сотню. Если видишь сотню, считай, что их тысяча. А если видишь только одного, значит их все десять тысяч. Из всех Легиона Састартас Альфа-Легион самый загадочный. В аналах Великого Крестового Похода Легион иногда упоминается, однако каждая заметка о нем неизменно противоречит каким-либо другим. Известно лишь то, что воины Альфа-Легиона непревзойденные мастера хитростей и уловок. Большинство противников даже не догадывается, что уже сражается, прежде чем умелые стратагемы Альфа-Легиона обрушивают их оборону и разрывают их изнутри, а последний опустошительный удар приходится по уже разгромленному врагу. Столкнувшись с задачей пролить свет на внутреннее устройство и структуру Альфа-Легиона, всегда приходится иметь дело с парадоксами и противоречиями на основании записей и свидетельств оставшихся в прахе сокрушенных миров, где Легион проявлял свое искусство войны. Один авторитетный рапорт может описывать внутреннее устройство Легиона как многоуровневая и охутанная лабиринтом тайн. В то время в другом сообщении даже из достоверного источника может говориться, что внутреннее устройство Легиона было неожиданно открытым и в его сути лежало равенство, при котором на Совете выслушивался голос каждого, вне зависимости от звания и положения. Впрочем, существует ряд общих мест, в особенности в свидетельствах о том, как Легион сражался и в определенной мере как готовил своих кандидатов к войне. Во-первых, это упор, который Альфа-Легион делал на единство действий и целей в своих рядах. Подобная скоординированность и безупречная дисциплина имели первоочередное значение для быстро меняющих адаптивных тактик, внедрявшихся в Легион Альфарием, и для плавности, которая характеризовалась развертывание сил Легиона на поле боя. Неоднократно пребывания кандидатами тренировались и сражались совместно в качестве подразделений, а не как отдельные солдаты. Успех каждого и даже их выживание зависели от успеха всей группы. Говорили, что упражнения и испытания, через которые проходили кандидаты в Легион, были по-своему столь же смертоносны, как и у всех Легиона с Астартес. Однако для их преодоления требовались одновременно ум и взаимодействие, так что ни один претендент не смог бы пережить их в одиночку. Второе общее наблюдение касательно Альфа Легиона их высочайшее мастерство в искусстве шпионажа, саботажа, проникновения и ликвидации. Целью этого всегда было обезглавливание рядов врага, чтобы сделать их беспомощными марионетками перед атакой Легиона. И напротив, Альфа Легион до последнего избегал тактик войны на истощение, передового штурма, кровавого труда траншейных сражений и статичной обороны, а если и ввязывался в них, то на собственных условиях. Впрочем, когда наставало время всеобщей атаки, было бы смертельной ошибкой недооценивать способности Альфа Легиона к открытому ведению войны, способности, которые на практике вытянули неохотную похвалу у Хоруса и у Сангвиния. Неразрывное тактическое единство и гибкая искусность в сложных стратагемах, демонстрировавшиеся Альфа Легионом в области проникновения и скрытных атак, также делали их мастерами адаптации, маневрирования, ложных выпадов и засад в открытом бою. Сражение с множеством воинов и боевых машин Альфа Легиона было сродни бою с единым огромным извивающимся существом, которое обладает мириадами конечностей и жалящих воли.